Всем привет! Скоро Новый Год, новогоднее настроение, и сегодня как раз я поделюсь историей о том, как я получил новогодний подарок. И этот новогодний подарок, в принципе, я получил за 1 рубль. История была такова. Так как мы каждый год на ёлку покупаем новогодние игрушки, желательно такие красивые стеклянные, то и в этом году я решил тоже пару игрушек прикупить. И пошёл в магазин. Вот. Магазин, он такой был частный, то есть это небольшой крупный типа ленты, ашаны или ещё чего-то частный. И там был всего один продавец. Я с этим продавцом начал общаться, и как потом выяснилось, это оказалось не продавец, а это директор этого магазина небольшого, потому что продавец у него на самом деле заболел. Игрушки в их магазине были примерно вот такие. То есть они как бы стеклянные идут и немного даже, так сказать, просвечивают прозрачные. То есть там и производство, и всё. Это вот я в итоге купил такие вот 3 игрушки. Вот. А теперь переходим к делу, как я получил новогодний подарок. Так как, в принципе, у него за этот день не было покупателей в основном, и я был первым покупателем, и мы с ним начали общаться. То есть наш разговор где-то длился минут 30-40, так как ни я, ни он никуда не спешили, потому что это была середина дня. Он мне предложил поиграть в шашки. Я поначалу отказывался, потому что я раньше занимался шашками, у меня даже есть разряд высокий. И я знал про себя, что я его выиграю. Но как оказалось, он тоже раньше играл шашки, шашками, занимался шашками точнее, и решил просто свои силы проверить. И также замотивировал меня, что если я одержу победу над ним, то он мне даст небольшой подарок. Как впоследствии я узнал, что это был вот этот новогодний подарок. Кстати, потом еще покажу, что именно здесь находится. Я от этого тоже немного офигел. Вот. Играли мы 5 партий. Естественно, я победил, но я победил со счетом 3-2. То есть потому, что он тоже очень хорошо играл. То есть сразу видно, что раньше тоже занимался. И так как в конце он мне вручил вот данный подарок, я, когда его взял в руки, то я сразу почувствовал, что он какой-то тяжеленький такой. И я его сначала брать не хотел. И у многих есть такая традиция, но это в основном не с подарками, а, например, когда какие-то острые предметы дарят, то другой человек в отместку должен подарить 1 рубль. И здесь я поступил то же самое. То есть я ему дал в подарок 1 рубль. И сейчас я как раз покажу, что находится вот в этом новогоднем подарке. Так, вот я его раскрыл. Как я понял, он покупал этот новогодний подарок или себе, или еще кому-то. То есть здесь конфетки, Аленка, это у нас пчелка, мармеладки и ромашка. Чупа-чупсы, карамелька, леденцы. А так как я любитель новогодних подарков, то мне данный подарок очень понравился. Тем более раньше у меня максимальное количество таких подарков было 7 штук. Можешь сказать, счастья для ребенка. Поначалу так тут идут, знаешь, леденцы, чупа-чупсы и шоколадные конфетки. Вот эти, кстати, очень вкусные. Они внутри с какой-то повидлой. Вот эти конфетки повторяются. То есть их по несколько видов, значит. Вот это какая-то шоколадная конфетка-маска. Вот это уже шоколадки пошли, милки-вэй. Зубам будет не по себе. Так, МНДМС. Сормуское печенье. Банпари какой-то. Такое я, кстати, не пробовал. Ароматные конфетки. Ронда. Не, ну, кстати, выбор здесь большой. Такое разновидности имеются. Печенье. Орео. То есть это сормоское, это орео. Опять банпари. Видимо, другой какой-то вкус. Печенье. Коломенское. Скиттлс. Мармеладки еще. Я даже боюсь спрашивать, какая здесь стоимость данного подарка. И вот пошли шоколадки. То есть вот я вижу Марс, Баунти. Опять банпари. Мармеладки вот эти вот. Раньше, кстати, в банпари были сосалки. А сейчас вот, видим, многие уже стали на мармеладки переходить. Еще пару шоколадок. Вы только представьте, сколько здесь шоколада. И четыре шоколадки. Ну и там немного, немного керамелек. Вот, в принципе, такой подарок я выиграл. За игру в шашки. В принципе, я очень доволен. Я, конечно, не знаю, кому он хотел такой подарок подарить. Но, в принципе, я тоже не против его получить. Вот. Помимо данного подарка, я также приобрел еще вот такие стеклянные игрушки. Очень интересные на елку. Вот. А вы сами покупали уже себе новогодние подарки? Пишите в комментариях. Или вы, наоборот, не любите зубы портить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!